Привет, я в прямом эфире. Как дела? Всем привет, все отлично, рабочий процесс, понедельник. Понял, смотри, я тебе сразу без подготовки начну вопросы задавать. Ты делала пост по поводу волонтерских программ. Да, делала. Вот, и у меня просто, так как я админ в настоящий момент нашей группы Instagram, и 99% своего времени трачу в Instagram, прилетают вопросы, связанные с волонтерскими программами, куда им идти, что делать, и как зарегистрироваться, и вообще алгоритм действия. Скажешь вкратце? Так, скажу, да. Ну, смотрите, волонтерские программы, они в основном, конечно, для людей, то есть именно долгосрочные проекты, они для людей молодого возраста, то есть до 31 года. То есть если вы до 31 года, то вы можете поехать на такой вот долгосрочный волонтерский проект. И первое, что вам нужно, это найти волонтерскую организацию в своем городе, либо в своей стране. Как это сделать? Вот как раз вопрос, как это сделать. Заходите в интернет, это для граждан, вот, стран таких, где, вот, Киргизия, предположим, там есть партнерская волонтерская организация, но я не знаю, как она называется. То есть вы можете просто вести в поиске долгосрочные волонтерские проекты, они еще называются сокращенно ИВС, то есть по латинским буквам это ИВС. Вот. Можешь написать, чтобы я показал, потому что вопросов на самом деле по волонтерским программам очень-очень много. Алексей, я не все забрал. У нас в соседнем кабинете приехала группа из Узбекистана. Сейчас, друзья, ваши мечты, связанные с волонтерской деятельностью, реализуются. Так вот называется вот этот проект, долгосрочный ИВС. Вспомните, зафиксируйте, сфотографируйте, перепишите. Европейский волонтерский сервис, он еще называется. Так. Вот, и вы можете забурить и найти организацию, которая кредитована для отправки на такие вот волонтерские проекты. Там у них везде есть координатор таких проектов, я таким, в частности, была в своей организации. Вот, и вы ему высылаете свой запрос. Он у вас сориентирует по, как их искать, эти проекты. Там есть общая база этих проектов, тоже в интернете в свободном доступе. Вы находите эту базу и просто подбирайте себе проект. Там они могут быть абсолютно разные, по разной тематике. Можно поехать на театральный проект, устраивать театральный фестиваль. Можно, связанные с окружающей средой. То есть, они в среднем от трех месяцев до года. То есть, получается, через тебя проходили люди, которых ты тестировала. Что было? Да, и они мне отправляли свои эти, как их, кури, CV-шки, то есть, резюме, где писали о себе, там, с фотографиями, куда они хотят, что хотят. Конечно, желательно, чтобы это на английском было, точнее, лучше, чтобы это было на английском, потому что все потом в другие организации отправляется. Кто-то писал, там, вот такой вот CV, конечно же, ничего у него не получалось, кто-то, наоборот, там, на три листа. Но лучше, ну, писать, то есть, формат А4 где-то о себе. И, собственно, чем ты пригодишься данному проекту, какие у тебя есть качества, какой у тебя опыт, и почему ты туда хочешь поехать. Вот, и в дальнейшем эти CV отправляются в партнерские организации. Если вы им подходите, они с вами связываются и организуют с вами интервью. Опять же, на английском. Вот, поэтому вы с ними проходите интервью на английском. Если все, вы подошли, вам оформляют все документы на долгосрочную европейскую визу. Вы с этими документами идете в посольство, и вам без проблем визу дают на такой проект. То есть, это вот на долгосрочной, там сложно, там надо постараться. То есть, там нужно... То есть, вот это там долгосрочно? Да, то есть, там нужно составить свое резюме, то есть, там силу нужно приложить. А если на краткосрочной что-то? Там, как правило, тоже ничего. То есть, там гораздо все это проще делается, но искать такие проекты лучше заранее. То есть, в феврале и в марте, потому что, опять же, связывайтесь с организацией. В общем, доступе база короткосрочных проектов есть. Она также, да, называется? Нет, это тоже. То есть, ребят, вот это вот для долгосрочного проекта, для долгосрочной программы, волонтерской программы. А теперь сейчас, Татьяна, нам... Так, ну, если я там попозже поищу ссылку, я, может, и найду на базу данных ссылку именно с короткосрочными проектами. Но их, как я и говорил, лучше начинать искать в феврале и в марте, потому что это популярно, и они... То есть, на хорошие проекты места быстро заканчиваются. А чем отличаются хорошие от плохих? Условиями проживаниями, местом проживаниями, потому что есть короткосрочные проекты на месяц, которые у моря, например, происходят. То есть, в Италии, где-нибудь, в Бережье Лазурном, есть проекты там с детьми, с инвалидами работать, например. Есть проекты где-нибудь в маленькой деревне, где довольно спартанские условия для жизни. То есть, туда, само собой, не так быстро места заканчиваются. В общем, проекты самые-самые разнообразные, требуется на них вроде как английский язык, но часто я по своему опыту видел, что приезжают люди с минимальным знанием английского языка. То есть, там буквально «Hello, how are you?» и все, но при этом нормально коннектятся и общаются с людьми. То есть, на месте уже развиваются. Я понял. Вот с момента подачи документов до момента отъезда сколько времени занимает? Ну, соответственно, когда вы подали заявку на проект, даты которого вы уже обозначили, то есть мы про короткосрочные говорим, да? Вообще по любым проектам и по долгосрочным. Вот это, ребята, для долгосрочных проектов просто берете, гуглите и смотрите. Ну, это тоже делается заранее, потому что на каждой из таких долгосрочных проектов есть свой дедлайн, до какого времени можно подать документы. То есть, если вы до дедлайна успели, вас приняли, одобрили, то у вас будет еще там месяца 3-4 на оформлении визы и сбором на проект. То есть, ну, как минимум, то есть за... Ну, обычно это за месяц 3-4 происходит. Я вот про свой проект, например, за полгода уже знала, что меня взяли и что я туда поеду. Понял. В каких городах ты побывала? Во Франции. То есть, во Франции я везде, по-моему, уже была, во всей Франции. Это все волонтерские программы? Да, то есть, мы там были год, нам давали деньги на карманные расходы. Сколько? Ну, не так много, конечно. То есть, там где-то дают 300 евро, нам давали 150, потому что нам там еще еду, вместе скидывались, покупали еду. Но так как у меня были свои накопления, мне нормально хватило. А жили где? Жили мы в старом таком особняке старинном французском, во французской деревне, 30 километрах от Бордо. Вот. Там, в принципе, хорошие были условия. У нас огород был большой. То есть, прочувствовали все прелести французской жизни. Понял. Скажи, а есть какие-то дальше перспективы, карьерный рост с волонтерских программ? Ну, вот, конечно, да. То есть, например, если даже про Америку мы говорим, или про любую европейскую страну, вас иногда могут даже на работу не взять, если у вас не было опыта волонтерства. То есть, например, в Америке очень любят, когда у вас был опыт волонтерства какого-то, тем более долгосрочного. То есть, во многих... То есть, это всегда плюс. У нас многие ребята, которые... Я знаю, с кем я волонтерила, они в Европе так и остались. То есть, кто-то нашел свою вторую половину, кто-то... Работу наш... Ну, работу... Ну, в принципе, да, работу нашли. Но в основном это все равно было связано с тем, что они нашли вторую половину, и остаться, и впоследствии работают. А если, смотри, по волонтерской программе ты въезжаешь и находишь работу, все равно же нужно выехать, потому что рабочая виза, она получается в посольство. Ну, во Франции там сложновато, там есть очень большие нюансы с работой. То есть, там есть различные типы контрактов, короткосрочные, долгосрочные. Ну, нет, можно прям... Ну, да, желательно выехать в свою страну и переоформиться на рабочую. Я понял. Мне 40 лет. Можно мне участвовать в волонтерских программах? Краткосрочных, да. То есть, в основном, там, конечно, контингент будет людей 20-30 лет, но почему бы нет? То есть, люди бывают разные, и... То есть, можно запросто комфортно себя чувствовать среди 30-летних. Я понял. Назовешь мне три основные причины, зачем человеку, у которого, в принципе, нет денег на эмиграцию, и который, допустим, живет в СНГ или в России, ехать по волонтерским программам. Три причины отъезда. Первое. Это уникальный опыт, который вы никогда не получите, просто поехав куда-то как турист, потому что вы будете общаться с местными людьми, вас будут дитмэр принимать к себе на ужин, вы, там, чуть ли не на ферму поедете, французскую, все узнаете. Второе. Соответственно, опыт языка. То есть, вы можете очень хорошо свой язык прокачать, потому что вокруг вас будут люди, которые не будут говорить на вашем языке, и общаться вам все равно захочется. Ну и третье. Друзья, связи. То есть, у меня, например, сейчас фактически в любой стране есть друг, которому я могу поехать, позвонить, можно у тебя остановлюсь, там пожить у него бесплатно. То есть, связи решают. Я понял. Я понял. Так, друзья, мы идем дальше, не отвлекаем. Так, слушайте, мы к тебе зашли прям классно, да, потому что... Так, ребят, еще раз, смотрите, ИВС, это программа долгосрочная, по краткосрочной программе мы сделаем пост в ленте. Сделаем же? Делаем, да. Ближайшая, когда стартует волонтерская программа? Ну, а в основном они вселетние, то есть, они летние, соответственно, искать их нужно в феврале-марте начинать. Да, сейчас готовьтесь к лотерею Green Card, октябрь-ноябрь, а потом можно будет уже дальше искать волонтерские программы, да? Да, всем удачи. Все, идем дальше. Алексею бы зайти, но у него там столько людей сегодня. Так, ребят, я могу ответить на ваши вопросы. Так выглядит наш офис. Здесь находятся ребята. Пять дней в неделю. Это башня федерации, 18 этаж. Чтобы сюда попасть, нужно записаться заранее через ребят. У нас, кстати, очень классный коллектив. Татьяна, бывший волонтер, курировала волонтерские программы. Она имеет ВНЖ Франции, жила во Франции долгое время в Евросоюзе. Вот. А Алексей был и на Гуам, и в Мексике. И у больше трех лет он занимается также эмиграцией. Если вы, смотрите, ребята, если вы уже выиграли грин-карту, вам нужно будет попасть... Спасибо. Спасибо.